Ларис, спасибо большое за твой сюжет. Перейдем к живому общению, в том числе и с Брюсселем, и с Нью-Йорком. Хочу сказать, что сейчас вот стоит открыть буквально социальные сети, твиттер, фейсбук, европейских политиков, американских политиков. Только об Украине пишут. Вот даже я в студию тайком от наших режиссеров пронес смартфон, открываешь и видишь Украина, Украина, Украина. Есть заявление Польши Александра Квасневского. Оно было опубликовано, ну не в фейсбуке, а в интервью, которое он дал влиятельнейшему немецкому еженедельнику Шпигель. Так вот, Квасневский, который прекрасно разбирается в происходящем в Украине, раскритиковал политику ЕС и Запада в отношении нашей страны. Квасневский заявил, цитирую, что Запад недооценил решимость Путина помешать подписанию соглашения об ассоциации. А Европе следовало думать о том, чтобы оказать Украине краткосрочную помощь и потребовать от МВФ менее жестких условий предоставления Киеву новых кредитов. Ну а какова же реакция Брюсселя на события, на то, что сейчас происходит в Киеве? София, тебе слово. Добрый вечер, Дмитрий. Во-первых, конечно же, в Брюсселе украинскую делегацию ждут, и ждут украинскую делегацию для продолжения переговоров по подписанию соглашения об ассоциации. Но начну с последней новости. У кого есть доступ к президенту, так это у Жозе Мануэля Борозу. Сегодня глава Еврокомиссии разговаривал по телефону с Виктором Януковичем, и, судя по всему, речь шла о недопустимости любого насилия на Майдане. На следующей неделе в Киев прибудет Кэтрин Эштон, это главный дипломат Евросоюза. Евромайдан на этой неделе продолжал удивлять Европу. Вслух этого, конечно, не произносили, но интересовало Брюссель два вопроса. Во-первых, как долго на морозе продержатся украинцы? А во-вторых, не предпримет ли власть опять попыток разогнать митинг? Ведь по поводу силового противостояния Брюссель выразился более чем четко. Это недопустимо. Кстати, в телефонах и гаджетах сотрудников Еврокомиссии письма с последними новостями из Киева и Москвы. Войска информаторов в посольствах, международных организациях буквально ежеминутно высылает самые свежие новости и анализ происходящего в стране. Вы можете услышать прямую речь Петерестану. Обычно в международных отношениях первым источником являются наши дипломаты. Но так как в ЕС 28 стран работают все посольства, мы получаем массу информации и от них, и от международных организаций, и от властей, и от оппозиции. Так что в происходящем практически не остается белых пятен. Мы следим за Украиной. Она для нас важна. Украинцы для нас важны. И мы готовы поддержать их.